Найти суженого, ряженого, избавиться от заразы и кататься как сыр в масле. Российские полицейские задержали банду аферистов, которые сулили своим жертвам исполнение заветных желаний. Схема простая, но действенная. На интернет-платформах мошенники размещали рекламу о том, что потомственная целительница может помочь решить любую проблему. Стоимость первого чудо-сеанса составляла около 30 тысяч российских рублей. Но это было только начало. Дальше ценник за волшебные услуги взлетал вплоть до 800 тысяч в зависимости от мечты клиента. Но по итогу вместо порчи экстрасенсы снимали только деньги. О будущем, который не увидели для себя псевдомаги, расскажет Елизавета Локотко. Кто же не хочет воплотить свою мечту в реальность? Будь то грезы о принце на белом коне, жизни на широкую ногу или крепком здоровье. Возможностью сколотить состояние на человеческих желаниях воспользовалась некая ясновидящая Индира Рай и девять ее компаньонов. Причем магические сеансы проходили дистанционно, а схема работы была проста, как три копейки. Злоумышленники размещали в сети интернет и средствах массовой информации объявление о том, что потомственная целительница может помочь в решении проблем с личной жизнью и финансовыми вопросами. Доверчивые граждане звонили по указанным телефонам и сообщали оператору свои данные. Через некоторое время помощники лжеэкстрасенса связывались с потерпевшими и уверяли, что из сотен тысяч обратившихся целительница выбрала именно их. Однако проблема требует незамедлительного вмешательства. За первый чудо-сеанс клиенту нужно было выложить примерно 30 тысяч рублей. Но это было только начало. Чем выше запросы жертвы, тем больше ценник. В конечном итоге стоимость волшебных обрядов достигала 850 тысяч. На даре убеждения и людских слабостях аферисты наколдовали свыше 2 миллионов российских рублей. Когда офис чародеев накрыли, ответы на вопросы оперативников звучали как под копирку. Какой деятельность здесь занимается? Прием звонков. Прием звонков от кого? Не знаю, просто регистрировано звонки, кто звонит и откуда еще. Ну вот что за компания, что вам звонят? Да я не знаю, я на стажировке. В данном офисе что вы делаете? В данном помещении сегодня пришло первый день. Хорошо. Пригласили на стажировку? Кто пригласил вас на стажировку на первый день? Администратор, я так понимаю. А кто администратор, вы так понимаете? Мужчина, женщина? Мужчина. Судя по кадрам оперативного видео, сотрудники конторы пытались уничтожить улики. Тетради с клиентской базой порваны, ноутбуки разбиты. И все же избавиться от всех вещдоков экстрасенсы не успели. Изъяты наличные, документы, флешки, телефоны и сим-карты. География пророчеств и мнимой помощи насчитывала десятки городов России и страны ближнего зарубежья. Теперь уже для ясновидящих книгой предсказаний стал уголовный кодекс и статья «Мошенничество». Елизавета Локотко, Зона Икс.